За этот год на территории области более 100 раз горели автомашины, и только 32 из них в результате поджогов. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Причинами самопроизвольных возгораний чаще всего является неисправность в работе электропроводки или неосторожное обращение с огнем. А вот причины, по которым совершают поджоги, абсолютно разные. К основным мотивам совершения преступлений данной категории можно отнести следующие виды. То есть это у нас наиболее распространенные на почве мести, это какие-то долговые обязательства между гражданами, конфликтные ситуации, личные неприязненные отношения. Помимо этого, поджоги происходят и в корыстных целях. Мошенничество для возмещения страховых выплат или сокрытие следов другого преступления. Часть поджогов – это просто хулиганские выходки. Сложность расследования, рассматриваемых преступлений, обусловленная тем, что огнем, как правило, уничтожаются следы преступления, оставленные преступником. Отдельные предметы, зачастую даже полностью меняется вся обстановка, которая происходила на месте происшествия до возникновения пожара. По словам Пашина, за последние пять лет количество подобных преступлений уменьшилось, раскрываемость выросла. Однако таких неприятных случаев не избежал и наш город. В Десногорске не раз горели машины. Причины возгораний были разные – от самопроизвольных до так называемых разборок. Причем страдали от подобных действий и просто рядом стоящие автомобили, хозяева которых не имели никакого отношения к претензиям поджигателей. Чтобы обезопасить свой транспорт от возгораний, Сергей Пашин посоветовал устанавливать сигнализацию в специальных дилерских центрах, пользоваться услугами охраняемых автостоянок и парковок, устанавливать видеокамеры и заграждения во дворах жилых домов, страховать свой автомобиль и обращать внимание на брошенный автотранспорт. Также он подчеркнул, что поджоги являются уголовными преступлениями, за которые предусмотрено наказание сроком до пяти лет.